приветствую вас дорогие братья и сестры у нас сегодня такое разнообразное служение и свидетельства и стихи и детская песня такая бодрая я когда встал на проповедь и потом валера и опять сел с такой песни опять дух аж воспрел ну все сейчас опять григорий такую мысль оставил что у нас есть приглашение на брачный пир и на этом приглашении есть даты должно случиться вот дата и господь знает уже этот день господь знает уже тот час когда покается последний грешник когда он придет за своей церковью я верю со всем сердцем искренно что это будет скоро у меня вопрос если вы сегодня в поисковой сервис запишите информацию то сама много религия с численностью большинством это христиане один миллиард больше миллиарда людей over one billion of christians сегодня и когда христос говорил когда приду я он вел найду ли я веру на земле то что мы видели слово сегодня уже те которые скажут они придут к господу придут к отцу скажет господь трагедия получается и не в том что люди которые не верующие безбожники грешники они знают что они идут в ад они умышленно многие живут жизнью распутную живут жизнью греховную для них это не сюрприз но те которые господь мы твоим именем исцеляли мы твоим именем чудеса творили мы бесов изгоняли он скажет я никогда не знал вас приглашение есть есть дата и сегодня время оно благодатное время то когда в этой в притче о десяти девах когда время собрать масло собраться вместе на молитву были бы ли вы сегодня если вам сказали сегодня просто на молитву соберемся сегодня маленькая программа сегодня не будет у нас свидетельства песнопения брат приезжий не приедет просто соберемся помолиться нужно ли нам общение увидеть друг друга лица нуждаемся ли мы в этом fellowship я хочу увидеть вас мы хотим вознести молитвы вместе я искренне верю что сила первой церкви была в том что они постоянно были вместе нас половина сейчас здесь те кто были на утреннем собрании двери открыты собирайтесь читайте слово молитесь мы после утреннего служения день рождения сделаем или я устал я буду собирать сумку мне уже на работу надо нету жажды по богу христос говорил я когда приду я найду ли веру на земле я найду ли верующих почему он это говорил почему это должно звучать колоколом сегодня в эти дни которые мы говорим последние сегодня утром когда мы ехали на служение по радио христианскому сказали такую фразу я это точно не смогу присти но если много людей будут говорить на правду что это неправда она не поменяется она все равно останется правдой хоть тебе трендить тысячи будут и по радио по телевизору где хочешь или же наоборот Если множество будут говорить на неправду, что это правда, это правда, она не поменяется, это останется неправдой. У нас есть сегодня время быть вместе, дети наши слушают Слово. Наша вера утверждается в Боге. У нас есть время слушать сегодня, общаться, молиться, прославить Бога, услышать Слово Божие. Если у нас это желание, молодежь, вы сегодня здесь, потому что вы хотите услышать Слово, или вы сегодня здесь, потому что я пришла с подружкой поговорить, или увидеть брата какого-то, или брат пришел, на какую-то сестру соскучился увидеть, привет сказать. Для чего я пришел сегодня в Дом Божий? Услышать ли Слово Божие? Оно оставляет свой печаток. Знаете, около полтора года тому назад врач нам сказал, что вашего сына надо положить под наркоз, и у него много надо делать пломбы, зубики удалять, коронки, и они здесь люди в Америке делают все залпом. Мы вот просто уложим его спать и все сделаем. И у нас не было такого экспириенса, такого переживания, дети не были никогда под наркозом. И они сказали, вы приведите ребенка рано утром в госпиталь, чтобы он еще сонный был. Возьмите с собой его одеялко, разбудите его. Я не знал, что в 6 или в 5.30 утра можно ребенка привезти к донтисту. И мы сделали, мы взяли нашу Рому, ему на то время было 3,5, почти 4 годика. Он полусонный, на руках у мамы, они дают наркоз. И ребенок засыпает. Это тяжело было увидеть. Когда через несколько минут ребенок, он не узнает маму и начинает маму отталкивать от себя. И для меня, как для отца, это было неприятно. Ты же мой сын, как это такое, что после какого-то укола ты отталкиваешь маму, и ты становишься не тот ребенок. Они забрали ребенка, зашла операция, мы с женой сидели рядом в другой комнате, переживали. Я сидел, переживал, и мы молились, Господи, дай, чтобы все нормально прошло. И когда они принесли ребенка назад, также положили в руки, он сильно храпел и не мог проснуться. У него так это было, это не натурально как-то было. Он не мог проснуться, и мы опять переживаем. И врач говорит, вы возьмите салфетку, намочите и приложите на лицо, чтобы он проснулся. И мы начали делать так. Мы начали прикладывать эту салфетку на лицо, и ребенок потихоньку начал приходить в себя. Он начал просыпаться, он не понимал, где он. Его надо держать, его нельзя отпускать. Я никогда не видел, как у человека глаза крутятся. Они у него крутились, он не знал, где он. И посреди вот этого всего я услышал, как он начал петь песню. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Песню, которую наш брат Бородатый Симон поет на ютубе, они слушают эти песни. И он начал петь, и я подумал, слава Богу, все хорошо. Все будет хорошо. Дети слушают, они впитывают. То, что мы поем, то, что мы говорим. Друзья, те, кто участвовал в детском лагере, я хочу сказать огромное спасибо. Это жертва. Когда мы собираемся сюда, и мы участвуем в детском лагере, это жертва. И о жертве мы сегодня поговорим. Хотелось бы прочитать текст из Ветхого Завета. Мы сегодня будем в книге Царств, вторая книга Царств, 24 глава. История, которая захватывает дух, когда ты слушаешься в нее. When you pay attention, what really happened. Я прочитаю стих. Это 24 глава, 13 стих. Прошу внимания. И пришел гад к Давиду, это пророк был, и возвестил ему, и сказал ему, избери себе, быть ли голоду один в стране твоей семь лет, или чтобы три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя второе, или чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди, реши, что мне отвечать пославшему меня. Очень плохой день. Выбор плохой. Я не вспоминаю место священописания где-то в Библии, где Бог кому-то даровал три выбора, как я тебя накажу. Выбери ли голод семь лет, или ты будешь убегать, или будет моровая язва. Те, кто не знает, что такое моровая язва, это чума. Это настоящая эпидемия, это не о том, что кричать на радио и по телевизору. Когда была чума в Европе, каждый третий человек умер. Люди ложились спать, и они не знали, если они проснутся, потому что они утром покрывались красными пятнами. И умирали было за ночь. Два-три дня человек умирал. Это была моровая язва. И Бог дал Давиду выбор. Выбери. И хотелось бы с вами вернуться чуть-чуть назад и понять, что предшествовало этому. Почему так случилось, дорогие? Те, кто не знают эту историю. Если мы с вами вернемся в 22 главе, это уже жизнь Давида. И он пишет начало 22 главы. «Воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула. И сказал, Господь твердыня моя, и крепость моя, и избавитель мой. Это тот псалом, который хористы, вы поете. В тесноте моей возвал я к Богу. Это слова Давида. Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое, убежище мое, спаситель мой. От бед ты избавил меня». После вот этой многолетней бойни, войны, резни, Господь избавил от врагов. Господь избавил от Саула. И Давид поет песнь. И продолжается 23 глава. И в 23 главе, это середина между 22 и 24, которую мы с вами сейчас читали. Как-то так получается, что записаны мужи, те, которые воевали с Давидом рядом. Вот записано 37 мужей. Это своего рода спецназ, special forces. Это те, которые мы сейчас будем читать, которых Бог дал. Когда началось рассоединение Давида с Саулом, он был как ополченец. Они перебегали. И были те, которые приходили к Давиду и вставали в ряды Давида. Они говорили, мы будем биться за тебя с тобой. Куда ты, туда и мы. Они видели, как сражался Давид. Они видели, как он поразил Голиафа. Они хотели быть такие же или лучше. И Господь подарил ему таких людей. И 23 глава говорит, Сын зовет имя мое. Зовет, узнал. Видать, что-то ему не нравится. Уже спорит с малого возраста. И в 23 главе написаны имена этих мужей с 8 стиха. И вот имена храбрых у Давида. Избасев Ахманитянин. Главный из трех. Послушайте, молодежь, друзья. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. One against 800. Это не фильм, это не мультики, это правда. По нем Елизар, сын Додо, сына Аходи. Из трех храбрых, бывших с Давидом. Когда они порицанием вызвали филистимлян, собравшихся на войну, израильтяне вышли против них. И он стал поражать филистимлян до того, что рука его утомилась, устала уже поражать. И прилипла к мечу. Когда сильно держишься за что-то, тяжело руку свою разжать. Он поражал филистимлян, и рука его прилипла к мечу. И главные слова услышать в этом. Это не они, это Бог. И написано, и даровал Господь в тот день великую победу народу. После последовал за ним для того, только чтобы убирать убитых. Израиль пришли уже просто убирать. Он поразил филистимлян. Они уже пришли собирать тела. Господь даровал победу через этих мужей. За ним Шамма, сын, такие имена, просто можно тренировать разговорную речь, аге-гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фигию, где было поле, засеянное чечевицею, народ побежал. То есть народ начал убежать от филистимлян. То он встал посреди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь через этих мужей. Господь великую победу. Трое сих главных из тридцати вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру. Адалам, тогда, когда толпы филистимлян стояли в долине Рифаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, и отряд филистимлян в Вифлееме. Вифлеем – это то место, где родился Давид. Ему неприятно было, что у филистимляне в том городе, где я родился. Я там был, я там знаю каждую тропу. И захотел Давид пить. И я не думаю, что это было так, знаете, мне так жарко, я пить хочу. Может мне кто-нибудь водички принести? Я думаю, он говорил своим этим мужикам, этим воинам, знаете, там такой колодец есть, такая вода возле Вифлеема. Выпить бы ее. И написано, кто напоит меня водой из колодеца Вифлеемского, что у ворот. Тогда трое этих храбрых бросились сквозь стан филистимлянский и подчеркнули воды. Они втроем пошли через весь стан филистимлянский, чтобы своему начальнику, своему царю набрать воды. И принесли Давиду, но он не захотел пить ее, и вылил ее во славу Господа. И сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших опасностью собственной жизни, и не захотел пить ее? Вот что сделали трое этих храбрых. И Овеса, брат Иоава, сын Саруил, был главным из трех. Он убил копьем своим триста человек. Был в славе у тех троих. Из трех он был знатейшим и был начальником. Он теми тремя, но с теми тремя не равнялся. И здесь идет перечень, и потом глава заканчивается так, что всех тридцать семь. Бог был всегда с Давидом. Бог давал победу тем, даже которые были рядом. Господь настолько благословлял. И прошла эта глава, и начинается двадцать четвертая глава, тогда, когда согрешил Давид. Мы знаем, что это был грех. И написано о том, что Давид захотел перечислить свой народ. И не было в этом греха, что он захотел пересчитать Израиля, потому что Бог прописал в законе, они это делали. Они могли это делать. Но если вы будете читать начало главы, то как бы открывается ответ, почему это стало грехом. Со второго стиха двадцать четвертой главы, слушайте. И сказал царь Иоаву, военноначальнику, который был при нем, пойди по всем коленам Израилевым, от Дана до Версавии, и исчисли народ, чтобы мне знать число народа. И где я вижу ответ, это вот это слово этого военноначальника. Он убеждает, он говорит с Давидом, и сказал Иоав царю, Господь Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и еще в сто раз столько. А очи Господина моего царя, да увидят это, но для чего, Господин мой царь, желаешь этого дела? Для чего, Давид, нам Бог даровал победы? Один из наших восемьсот уложил, другой триста. Господь с нами, зачем ты хочешь перечитать? Но написано, но слово царя Иоаву, и во военноначальникам, превозмогло. И пошел Иоав с военноначальниками от царя считать народ израильский. И написано, они ходили девять месяцев. По всем окрестностям они ходили и считали, сколько же народа. И интересно, когда они пришли назад к Давиду, и когда провозгласили число народа, написано, вздрогнуло сердце Давида. В тот момент он уже тогда знал, что я согрешил. Написано 10 стих, и вздрогнуло сердце Давидова. После того, как он сосчитал народ и сказал Давиду Господу, тяжело я согрешил, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я. И мы видим, что дальше, в дальнейшем происходит, когда приходит стих, мы читали, гад к нему, пророк, и говорит, вот такое наказание тебе предлагает Бог, выбери. Выбери одно из трех. Друзья, почему Давид? Почему Бог любил Давида? Почему у него не было каких-то отговорок после того, как он согрешил? Почему он не стал сочинять чего-то? Сам себя успокаивать, свою совесть? Ну, может, это не плохо. Ну, пересчитал, ничего страшного. Он понял сразу, что он согрешил. Особенность Давида была одна из тех, что он каялся. Давид умел каяться перед Богом. Он почувствовал, Господи, чего я наделал, прости. И 14 стих написано, «И сказал Давид гаду, тяжело мне очень, но пусть поду я в руки Господа моего великого, великого милосердия его, только бы не впасть, только бы не в руки человеческие не впасть мне. И послал Господь язву». Вот это третье, которое предлагал он ему. Друзья, не исходит просто так грех. Господь наказывает. Он справедливый. God is just. Он наказывает. Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени и умерла из народа. Отдана до Версавии 70 тысяч человек. За чей-то грех 70 тысяч человек, язвы, проказы. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ, «Довольно! Теперь опусти руку твою! Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и у сиянина. Это было место этого человека, земля. Он подходил к ней, там ангел был. И Господь сказал, «Довольно!» И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего!» И пришел в тот день гад Давиду и сказал, «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и у сиянина, на том месте, где остановился ангел, где остановилась вот эта язва». Господь говорит, «Пойди, поставь на этой земле жертвенник». И пошел Давид по слову гада, как повелел Господь. «И взглянул Орна, тот человек, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна, «Зачем ты пришел, господин мой царь, к рабу своему?» И сказал Давид, «Купить у тебя гумна для строения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давида, «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь что ему угодно, вот валы для всесожжения, и повозки, и упряжь, валовья для дрова на дрова, все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю, «Господь Бог твой да будет милостив к тебе». И кульминация вот этого всего, вот этот стих, который он просто впал в мое сердце. 24 стих, «Но царь сказал Орне, нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид эту землю, и валов за 50 сиклей серебра, и соорудил там жертвенник». В английской Библии написано, «Я не принесу Богу, говорит, жертву, которая мне ничего не стоила». Почему Давид понимал это? Почему он хотел купить эту землю? Друзья, приносим мы сегодня жертвы? Я верю, что приносим. Я думаю, это такой хороший пример для нас, вот эта история, увидеть, что... Давид говорит, «Я не отдам Богу то, что мне ничего не стоило». Господь так устроил церковь свою из разных людей, и даровал разные дарования людям. Кто-то поет, кто-то проповедует, регентует, кто-то молитвенник, кто-то пакует посылки, кто-то оператор, anything. Мы делаем этот труд, и это жертва. Стоит ли она чего-то нам? Хорошая мысль. То, что я делаю, в том, что я пребываю, тружусь, стоит ли это мне чего-то? Заплатил ли я, или я это делаю из того, потому что мне нравится это? Я прихожу на спевку и пою, потому что мне нравится петь, я певчий. Я с детства пою, я посижу, я поразговариваю с друзьями, узнаю, что, как, кто, чем заболел, кто волосы сделал, кто еще чего. Просто пообщаться. Или я прихожу туда, я знаю, что я могу быть своими детьми сегодня вечером. Я знаю, что я могу делать домашние дела, но я жертвую это время. Как я могу принести Богу жертву в то, что мне ничего не стоило. Можем мы проверить каждый себя? То, что Господь даровал нам. И я верю, что у каждого есть дар. Каждый служит Богу. Стоило ли чего-то это для нас? Или нет? Оно должно стоить. Он говорит, I will not give God something that costs me nothing. И он заплатил. Первый урок. Друзья, второй урок. Хотелось бы сравнить жизнь Давида и сопоставить его с его сыном Соломоном. Если посмотреть, вот он пришел после Давида. И на его царство оно было больше. У него было больше золота. У него было больше территории. Меньше войн. Но почему Господь превозносит Давида? Почему Иерусалим называется город Давида? Почему пророки пишут о Израиле, что это house of David, дом Давида? Почему Иисуса Христа люди провозглашали и восклицали Иисус, сын Давида? Когда Господь пришел к Соломону, и была такая возможность у него просить что-то и Бога, что просил Соломон? Дети, что просил Соломон у Бога? Мудрости просил. Очень хорошее желание. Нам всем нужна мудрость. И ты понимаешь, что у него был успех. Он был богат, у него царство правил, все хорошо. Он был мудрый. Он писал книги, которые мы читаем. Что просил Давид у Бога? Давид просил у Бога, говорит, одного прошу я у Бога, чтобы в доме Господнем пребывать его. Он не просил мудрости, он тоже не просил ничего. Давид просил, чтобы быть у Бога. Я хочу быть с тобой. Я хочу жить с тобой. Я хочу с тобой. Постоянно, через все. Я хочу быть с Богом. Он искал эту возможность быть в доме Божьем. Господь превознес Давида. И вернуться назад немножко к его характеру. Хотелось бы в начало 23 главы, там, где мы с вами читали о этих мужах, которые сражались с ним. Это слова Давида. Вот последние слова Давида. Изречение Давида, сына Иесеева. Изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Иаковлева, из сладкого певца Израилева. Я когда прочитал сладкого певца Израилева, вспомнил, что он Голиафу голову отрубил. Такой человек был. Посмотрите в эти слова. Изречение Давида, сына Иесеева. Он не стеснялся, что его отец, он не был из знатной семьи. Давид 40 лет царствовал. Он прожил не сильно большую жизнь. 70 лет он прожил. 40 лет царствия, победы, слава. Когда народ кричал, Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч. Он не стеснялся вспомнить, что отец его Иесей. Он мог сказать, No, I came from nowhere. Ни с чего Бог поставил. Бог поднял. Победу даровал. Не сила, не мышца. Написано, Бог даровал победу. Сына Иесеева, изречение мужа. Дальше. Поставленного высоко помазанника Бога Иаковлева. Давид в своем царстве, он всегда понимал, что это не моя заслуга. Это не моя политическая карьера, что я хочу подняться выше, выше, выше. Я становлюсь губернатором в Белый дом, Сенаты, Выборы и Президент. Он говорит, меня поставил Бог туда. Я поставлен был. Он помнил тот момент, когда пришел пророк Нафан, и когда надо было помазать на царя. Когда к отцу говорил, где сыновья твои? И он показывал ему сыновей, а Давида тогда не было. Он говорит, что все? Ну, есть еще один сынок, в поле овечек пасет. Так зови его сюда. Его в царя помазать будем. Он не забыл этого. Он не забыл, что Бог поставил его. Друзья, сердце Давида было прилеплено к Богу. Он любил Бога. И когда он падал, он каялся. Он со слезами каялся, и Бог прощал его. Бог прощал и кидал это назад. Давид, Иисус, сын Давида, он настолько стал близко к Богу. Помните ту картинку, которую Христос описал, когда вошли в храм, двое молиться, один мытарь после согрешения, он бил себя кулаком в грудь и просил, Господи, прости меня! Я натворил вот это, вот это, вот это, вот это, прости! А другой стоял рядом и говорил, знаешь, как хорошо, что я не такой, как он. Я вижу Давида, который был слева, который как мытарь каялся. Который каялся, подымался и шел назад за Богом. Друзья, наша жизнь не прекращается сегодня. Бог дает нам в дни благоденствия. Будем проверять себя. На каком пути я стою? У нас есть вот Слово Божие. Когда мы начинаем читать Слово Божие, возрастать в Духе Святом через Слово, ты понимаешь, что мужи, которые в Библии описаны, они были простые мужи. У них не было каких-то супер-поуэрс. Они были люди. Ной, праведник, который вышел после ковчега, насадил виноград, раз перебрал, и потом знаем, что получилось. Авраам, которому Бог обещал на разборе, мы говорим, у тебя сын будет от цары. Не дождался. Петр, который все время прикословил Христу, который, Господи, не будет с тобой так, умереть надо. Нет. Простые люди были, но Господь меняет нашу жизнь, если мы ходим в Слове, и мы люди, мы Его дети. Благословит нас Господь, запомнить сегодня какие-то мысли. Сегодня мы слышали и о... Скажите, Геннадий сегодня утром проповедовал. Судья, Гедеон, Ирихон и Гедеон путают город, он был боязлив. Мы слышали, до встречи с Богом он был боязлив. Он трусишкой был. Но что Бог... Он не только того, что он был боязлив, он не доверял Богу сразу. Господи, сделай, чтобы шкура была мокрая, чтобы сухая, потом наоборот. Ну, тебе же уже сделали. Еще раз утвердиться. Это были люди. Но когда эти люди доверяли жизнь свою Богу, то Бог менял ихнюю жизнь. Он переворачивал ее с ног на голову. И это становились сильные мужи. Те, на которых мы можем смотреть сейчас. И они записаны вот в Евангелии, евреям в 11 главе. Мужи веры. Друзья, будем помнить об этом. Будем помнить, что жертва наша Богу, она должна что-то стоить. Это не должна быть подачка Богу. Ну, как бы попало, я что-то сделаю. Я как бы попало, спою. Господу пойдет. Евреям 11 глава 4 стихи написано, Авель принес жертву лучшую. Перед людьми, ну, не надо позориться. В церкви можно, Господу пойдет. Мы несем Богу. Мы до сих пор служим Богу, который достоин славы. Мы до сих пор несем жертвы Богу. Поможет нам в этом Господь. Помолимся. Аминь.